Они называют себя бойцами, но несут исключительно мирную миссию. Сегодня студенческое трудовое движение России впервые официально отмечает свой праздник. Оно насчитывает более 240 тысяч молодых людей из 72 регионов страны. Чувашское региональное отделение существует уже 15 лет. Сегодня самые активные его участники встретились с главой Чувашской республики. За годы работы через студенческие отряды Чувашии прошли более 55 тысяч человек. Сейчас в республике на базе образовательных организаций действуют 9 штабов. Свободные от учебы месяцы ребята работают вожатыми в детских лагерях, проводниками в поездах дальнего следования, в сфере обслуживания, участвуют в строительстве крупных объектов. Особый след оставляет летний период, когда у студентов наших есть возможность проявить свои способности и в труде, и приносить пользу. А самое главное, самим получить опыт практической работы при общении к профессии. И многим удается, особенно руководителям студенческих отрядов, удается почувствовать себя в качестве лидера руководителя. Бойцы студенческих отрядов не являются квалифицированными рабочими. Иногда это смущает руководителей строительных организаций. Но лишь поначалу, пока они не оценят огромное желание трудиться, говорит директор Центра молодежных инициатив Юлия Иланова. Но все же в ближайших планах организации начать обучение студентов по смежным профессиям. В числе самых востребованных – каменщик, бетонщик, арматурщик. Это поможет региональному отделению повысить свой уровень. Последние пять лет наш региональный штаб входит в тройку лучших штабов Приворского федерального округа. А по итогам 2015 года мы заняли первое место по численности бойцов в Приворском федеральном округе. Студенческие трудовые отряды – это особая субкультура. Это большое количество единомышленников. Даже в официальной обстановке зала Дома правительства они готовы достать гитару и спеть. Но то, что мы с вами сегодня подстроили, будет веками стоять. Анастасия Алексеева, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев, Республика.